дорогие друзья уважаемые коллеги здравствуйте сегодня к вашим услугам елена силина президент национального фитнес-сообщества и елена ребенкова вице-президент национального фитнес-сообщества мы не только добрые коллеги не только старые коллеги и добрые друзья и соратники можно сказать так в продвижении фитнеса на рынке россии и давно работаем вместе поэтому не будем кривить душой будем общаться на ты и поговорим сегодня о кадровых изменениях которые произошли за последние три года подумаем что посоветовать тем кто только собирается выбрать эту профессию но и потенциальным работодателям наверное тоже будет полезно послушать потому что какие-то советы тоже пригодятся лен я знаю что ты много участвуешь в аттестации сотрудников вот какие ощущения что изменилось наверное за последние три года все-таки какие-то изменения почувствовала ну вообще если в целом посмотреть на все отрасли после пандемического всего этого периода и кризиса ну конечно безусловно часть сотрудников потеряли с точки зрения так скажем конгломерата кадрового такого потенциала потому что ну порядка там 34 процентов ушли работать самостоятельно а в количественном выражении это сколько тысяч ну это тысячи скажем если у нас 458 начало на начало года на начало двадцать третьего года всего сотрудников а уж а ушли пандемию с каким количеством мы как раз таки вот уже пересчет делали в соответствии с тем что определенное количество сотрудников стало работать на скажем удаленки в режиме своих компетенций там онлайн не онлайн тренировать дома на дому тренировать на площадках и так далее конечно за весь период мы потеряли всего достаточно много сотрудников ну например даже тогда когда была пандемия многие перспективные весьма весьма умные профессиональные кадры а мы знаем с вами что приезжать на москву в периферии были вынуждены покинуть москву в силу того что нужно было платить за аренду жилья нужно было существовать фитнес-клубы не работали поэтому уехали чтобы родителям помогать и родственникам и какой-то уход требовался кто болел и переносил тяжело эту ситуацию до оттока в регионы было много из москвы из питера это все это отмечают и это говорят и крупные компании крупные сетевые бренды это говорят и отдельно стоящие фитнес-клубы москвы которые в общем-то так или иначе вот за этот период потеряли квалифицированных специалистов но теперь давайте вот про сегодняшний день вот про сегодняшний день если говорить вообще о тех инструкторах которые работают у нас в фитнес-отрасли они конечно очень молодились очень молодились кадры и наверно процентов 75 это возраст вот как раз таки 25 лет это молодежь новое поколение до 30 да я бы сказала мы это тоже чувствуем по набору студентов а как ты думаешь вот с чем это связано может потому что тренеры стали в клубах относительно меньше зарабатывать и стоимость персональной тренировки особо сильно не увеличилась за вот много лет такое такое омоложение поколенческое происходит все таки мы фитнес-отрасли больше больше 30 лет больше 30 лет надо сказать что просто уже смена идет поколенческого такого признака да и соответственно может понимаем прекрасно что время идет все меняется естественно и сейчас и молодежь достаточно много работает и тут как раз таки в этом церкви можно отметить следующее что зачастую там процентов наверное 15-20 это как раз таки такие уже мастодонты такие ну опытные тренеры с хорошим опытом работы с набором методик как ты думаешь вот кто сегодня будет выигрывать на рынке оказание фитнес услуг персональных тренировок молодые или все таки такие уже как ты говоришь мастодонты но удивительный факт например зачастую зачастую тогда когда проверяешь и делаешь средства знаний у тех сотрудников которые являются такими вот как раз таки старшими скажем так да у них компетенции достаточно меньше нежели чем у молодежи и это очень сильно удивляет ну во-первых по ряду причин по-видимому все таки наработки методик и совершенно точно там клиентской базы позволяют чувствовать себя вольготно ну и в общем то если там было в 90-х годах там или на срезе начала 2000 получено какое-то образование то они не спешат особо сильно как-то заниматься повышение ликвы не кататься они себя считают уже профессионалами и чувствуют себя вольготно потому что даже вот если взять там их продажи у них там расписан график с утра до вечера они прекрасно делают свои 200 персональных тренировок и выволакивают там кто в каком клубе работает от там от 120 до 200 тысяч рублей и себя вольготно чувствует в этом смысле но зачастую тогда когда они приходят там скажем на тестацию на квалификационную сеть они открывают глаза потому что начинаешь объяснять что коллеги вот вы там 25 лет фитнес отрасли вы там 27 лет фитнес отрасли у вас образование инженера у вас курсы вы проходили в 2002 году в атмосфере просто повышение квалификации у вас нет переподготовки у вас отсутствует обновление знаний любое любое образование оно имеет как говорится срок давности и по законодательным актам мы должны в течение каждых 5 лет повышать квалификацию то есть сотрудник какой бы он ни был он должен постоянно регулярно у нас еще хочу сказать нашим коллегам что очень лояльно лояльные сроки как бы такого сертификационного цикла потому что вот наши коллеги и америка и европа в основном двух или трех годичный и срок годности сертификатов составляет не более трех лет и вот то что у нас пять это даже много кто не соблюдает и вот пятилетние что называется обновление повышение квалификации а как это будет сейчас выглядеть на законодательном уровне ну безусловно существуют там профессиональные стандарты которые внедрены и наверняка вы помните как вот помнишь лена да но это больше больше наверное все таки георгий приезжал чаще генеральный директор колледжа имени бена вейдера приезжал на разработку всех заседаний да по профессиональным стандартам и безусловно нам например очень было обидно когда мы там провели семь очень крупных заседаний совместно со всей фитнес-отраслью и говорили о том что это будет профессия специалист в сфере фитнес-услуг а вдруг он стал специалист по продвижению фитнес-услуг и нам не удалось переубедить в общем-то представителей из СПК и совета профессиональных квалификаций при этом в общем такой вот не пойми с одной стороны какой но такой просто стандарт принят да еще существует ряд профессиональных стандартов с ними можно ознакомиться на сайте министерства труда на сегодняшний день то есть СПК занимается в общем-то и продолжает развивать профессиональные стандарты но что касается сферы фитнес-индустрии пока это так вот очень-очень вялотекуще 1 сентября вступают в силу профстандарты над которыми мы работали на протяжении ряда лет поэтому нам с Еленой конечно представляется что многим об этом сейчас бы хорошо задуматься и посмотреть на свои образовательные документы вот Елен какие рекомендации для наших слушателей чтобы не оказаться у разбитого корыта что вроде как работать умею хочу работать а нет так сказать такого юридического основания если человек захочет пойти работать фитнес-клуб ну во первых это обязательно физкультурное образование физкультурное образование это может быть выше это может быть переподготовка если у вас там скажем техническое образование там педагогическое любое другое являетесь вы специалистом дни профиля то конечно важно пройти курсы переподготовки переподготовки дальше второе для того чтобы быть персональным тренером фитнес-клубе безусловно важно иметь компетенции персонального тренера соответственно это повышение квалификации по заданной профессии это это второе третье обязательно посмотреть на срок давности своих документов потому что вернусь к тому что любое образование имеет срок годности и как Елена сказал у нас они очень лояльные пять лет но законодательно это пока никак не закреплено мы это ожидаем принятие тоже в следующем году или 2024 то есть срок сертификации и подтверждение документов образовательных пять лет ну начнем с того что пока все так я бы сказала очень спокойно развивается и например безусловно там открываются постепенно до цоки центр оценки квалификации газонационные центры которые позволяют уже на сегодняшний день пройти аккредитацию по профессиональному стандарту сейчас пока все спокойно лояльная при этом безусловно нужно быть готовым нужно провести такой завершенный анализ своих документов посмотреть что у вас отсутствует для того чтобы соответствовать в будущем и соответствует сегодня потому что и работодатель любой смотрит на специалиста с точки зрения его такого хорошего наполнения знаний и безусловно если вы являетесь тренером персональным и у вас там скажем сертификат который только там позволяет быть персональным тренером а при этом отсутствует скажем высшее или среднее специальное то нужно позаботиться об этом и обязательно пройти обучение подготовить свое портфолио с образовательными сертификатами подготовить свой портфель кадровый скажи пожалуйста а вот все-таки но человек получил да это образование высшее или среднее специальное вот или переподготовку а как дальше развиваться вот какие у тебя рекомендации то есть что сегодня тренеру лучше получить либо более узкую и очень квалифицированную степень какую-то да либо заботиться тем что должен быть широкий набор компетенций и тренер мог бы оказать услуги для разного контингента в клубе то есть куда лучше как говорится посмотреть ну леночка как всегда прямо в точку ну поскольку на сегодняшний день фитнес-клубах тренируются люди далеко не все здоровые и поскольку мы имеем все-таки очень больно обследовано целевую аудиторию конечно и и проваливается с точки зрения степени знаний и с точки зрения компетенции у большинства тренеров следующая тематика это особенности тренинга с изменением опорно-двигательного аппарата сколиоза гипоза лордоза и так далее особенности тренинга для женщин для старшей возрастной группы особенности тренинга при варикозном расширении вен при гипертонии наиболее часто встречающие заболевания но кто-то пишет об этом как говорится стандартная шестерка или там десятка заболеваний которые составляют 90 процентов патологии если человек приходит фитнес-клуб и отмечает что какая-то то есть двигаться в сторону медицинского фитнеса либо каких-то узких программ которые будут полезны при нарушении осанки как узкала Елена при том-другом заболевании и так далее то есть все-таки расширяем компетенции в сторону таких клиентов а что думаешь про такие ну про детей подростков про семейный фитнес вот как это сейчас будет развиваться будет востребовано или все-таки ну детей больше следует отдавать какие-то специализированные детские секции ну по разным видам спорта например если мы посмотрим на тренажерный зал то мы же знаем что только с 14 лет мы могут тренироваться в тренажерном зале так скажем подростки нынешние а все что касается там детского фитнеса то безусловно важно важно чтобы бодибилдинге сейчас 7 лет выступает по моему это мы про Россию чемпионат России сейчас абсолютно точно различные программы на развитие выносливости гибкости на развитие скоростно силовых качеств на развитие вообще координационных всевозможных качеств детей такие такие занятия пользуются успехом и кстати опять же если говорить про фитнес-отрасль то уже давно мы заколаборировались со спортом потому что многие фитнес клубы заключают соглашение с федерациями различными и проводят секционные занятия что является весьма ну то есть все-таки засекционный фитнес который действительно подкрепляется опытом профессионалов федерации кто развивает эти виды спорта вот я это хочу подчеркнуть чтобы ну тренеры не думали что вдруг бац вот ну как бы осенило сегодня веду занятия с детьми вряд ли такое получится потому что конечно требуется тоже как бы определенная сертификация скажи а вот по твоему мнению какие наиболее часто встречаются ошибки при тестировании вот у тебя это на регулярной основе проходит вот есть такое что можно сказать что стопроцентно из входа в год повторяется и почему-то ну тренеры не уделяют этому внимание хотя вроде мы тоже это обучаем но куда потом все девается леночка когда мы говорили эфира мы очень хорошо поговорили на эту тему да и меня удивляет например следующее что зачастую не все владеют пониманием например что такое жиросжигатель что такое наращивание мышечного волокна и имеет такое расплывчатое слабое представление либо собственные наработки и собственный опыт потому что сам нарастил себе мышечную массу и это успешно получилось ну то есть всем по запорожцу как бы все счастливы взяли но когда начинаешь спрашивать например что такое миофибрил или что такое саркомер я всегда говорю сегодняшнее поколение оно должно исчисляться следующим тогда когда любой тренер может с легкостью ответить за что отвечает миофибрил за что отвечает саркомер и с легкостью может объяснить да 100% все чтобы было вот уважаемые коллеги будущие и нынешние тренеры уверяю вас на аттестации это спрашивают но мы с тобой еще обсуждали кстати и типичные ошибки в разминке которые очень важный момент разминка до сих пор коллеги мы встречаем следующее на мой взгляд это прям такой вопиющий факт когда разминка проходит с помощью упражнений физических упражнений которые еще давались в старые там добрые времена в школе то есть состоящих из рыбковых движений из выпрыгивания и так далее вот еще уважающий себя тренер конечно безусловно владеет неофициальным релизом более того владеет суставной гимнастикой и безусловно тот тренер который начинает разминку суставной гимнастики а не с помощью рыбковых каких-либо упражнений или кардио он катируется и он считается специалистом сейчас даже могу в поддержку того что сказала Елена сообщить что даже во многих профессиональных командах игровых даже есть тренер по разминке и мне приходилось на конференциях слушать даже такие доклады разминка больше чем тренировка то есть настолько большое внимание уделяется подготовке к самой тренировке как так сказать с акцентом на большую эффективность на профилактику травм и так далее вот с разминкой действительно беда и как-то она ну не не уделяется ей большое внимание и не воспринимается как что-то важное а потом мы с тобой еще как бы подметили обе то что не соединяет тренировку с питанием такие моменты тоже есть и вот как раз это помимо помимо даже этого можно еще Елена уточню еще один нюанс вот мы же понимаем прекрасно что работа с клиентом это набор ряд коммуникативных компетенций это умение вступить в контакт это умение задать вопрос могу вас корректировать и так далее поэтому существует еще один очень важный нюанс не все умеют правильно использовать систематик тач-тренинг или использовать систему прикосновений во время корректировки исполнения упражнений не всем в нашу жизнь пришел харассмент не все это еще не все его встретили что называется не все это понимают и конечно зачастую когда просто вот делаешь такой вот скрин в тренажерном зале кто как работает сразу видишь кто профессионал а кто нет потому что если видишь полную руку которая лежит там в области поясницы и ниже там ближе к ягодичной мышцы ну нашел тренер нашел свою счастливую работу человек вот как бы без определенной компетенции корректировка упражнений включения мышц в работу начиная от места там прикрепления до там скажем сокращения и работы по длине структуре мышечного волокна ну многие просто это это соглашусь с тобой потому что действительно коммуникации сегодня требуют обновления не все поняли что этот апгрейд прям нужен он уже был вчера что называется вот то есть как объяснить клиенту упражнения технику корректировать ошибки вот очень хорошо нужно владеть и объяснениями со всех точек зрения и показом и словесной и по-разному так сказать демонстрируя это упражнение то есть не так что держаться действительно за все части тела повторять двигать и так далее может мы уже в этом смысле где-то и консервативные я например до сих пор не могу понять как тренируют в онлайне почему потому что все таки ничего не поправишь не скажешь можно да ну понятно плавесно можно откорректировать технику исполнения да там сказать в тени живот осправь плечи и так далее но в любом случае всегда требуется что понятие есть эферентный эферентный нейрон да при прикосновении происходит что при тактильном прикосновении происходит сокращение да усиливается сокращение и усиливается эффект работы мышечного волокна и для меня конечно это до сих пор остается загадкой либо мы конечно консервативны но на мой взгляд ну ты знаешь я спокойно отношусь к онлайн тренировкам и вижу очень много эффективных тренеров но скажу что большинство профессионалов все таки они оставляют возможность встречи со своим клиентом и они приезжают если это допустим москва и санкт-петербург то из области приезжает какой-то день допустим суббота или воскресенье и происходит вот такая коммуникация с теми кто тренируется в онлайне те кто тренирует спортсменов онлайн встречаются на соревнованиях и делают предсоревновательные сборы то есть у большинства профессиональных тренеров работающих онлайн какие-то коммуникации присутствуют вот это да это очень хорошо и поэтому я так сказать доверяю по крайней мере нашим преподавателям кто работает в онлайне они коммуникации поддерживают ну а скажи еще вот какие ошибки могла бы выделить вот мы поговорили что разминки коррекция там соединить тренировку с питанием аттестация что еще показывает такое интересное ну на мой взгляд показывает приятные аспекты что на сегодняшний день вот если не про ошибки и какие-то недочеты про приятные вот на сегодняшний день на мой взгляд молодежь очень подкованная достаточно много знают и прекрасно владеют и знаниями анатомии и кинезиологии и биомеханики и прекрасно отвечают на вопросы единственный наверное минус не хватает практики не хватает вот как раз таки вот этой настоящей коммуникации с клиентом то есть немножко держится отстраненно не всегда боятся просто не хватает уже доработанных вот этих компетенций которые важны во взаимодействии с клиентом но время мне кажется постепенно расставится на свои места и мы в принципе вот сейчас получим вполне себе интересную хорошую созидательную такую кадровую мощь Елена да соглашусь я знаю что вот у тебя появилась новая интересная должность и организована новая кафедра в факультет два слова скажи вот мы просто лишний раз покажем нашим слушателям зрителям о том что насколько важно сейчас развиваться в отношении здоровья и акцентировать свое внимание не только на трансформации тела увеличения уменьшения объемов снижения веса и так далее а какой большой акцент сделала на здоровье вот ваша компания университет синергии открывает факультет ну уже практически 5 минут как да уже и набор пошел факультет фитнеса и культуры здоровья не случайно по нескольким аспектам во-первых университет подписал соглашение с министерством спорта российской федерации во-вторых конечно как раз так требуется сейчас достаточно много интересных и подготовленных специалистов посему это высшее физкультурное образование профильное это различные программы для предпринимателей то есть начиная от тренерской деятельности заканчивая предпринимательством теперь фитнес-отрасли будет достаточно большой ну то есть здесь соединятся и мои программы менеджмента которые ты уже давно ведешь и руководишь большими и как раз вот организация программ которые связаны со здоровьем поэтому конечно мы еще раз лишний раз хотим в общем-то тренеров которые думают в какое направлении развиваться показать что действительно большой акцент сегодня делается на здоровье населения вот в этом смысле я всегда говорю высшее образование получил дальше точечно точечно набирай по различным компетенциям набирай профессиональные знания повышая квалификацию и на мой взгляд вот когда задала вопрос по поводу того что лучше быть узким специалистом в одной области или все-таки быть таким широким специалистом вот на мой взгляд прекрасный вот прекрасный просто абсолютно колледж имени Бена Вейдера не потому что пушка хвалит а по другой причине потому что на стыке времен за эти годы то количество которое подготовили вы специалистов и которые через мои руки опять же прошли это достойно уважения то есть наше выигрывает плюс ко всему этому огромное количество специалистов проходили обучение по медицинскому фитнесу который вы запустили новую программу и отзывы только положите посему вот нужно двигаться с точки зрения развития максимальных компетенций и быть готовым и заточенным под работу с любым абсолютно с любым клиентом фитнес-клубов вот это будет вопрос о том насколько часто нужно смотреть в сторону расширения компетенций потому что можно так всю жизнь как говорится учиться и вся семья будет работать а вот кто-то учится и учится и учится и когда эта работа в конце концов начнется непонятно с одной стороны чтобы не быть в стагнации а с другой стороны чтобы не переборщить с этими компетенциями пенсия пришла еще не начинала вот с твоей стороны это раз в три месяца вот все-таки поглядывать на новости или может быть чаще реже как ты думаешь вот с моей если стороны лично то я учить всю жизнь вот как начала в 90-х так и продолжаю бесконечно у тебя какая-то феерическое было начало обучения я помню ты рассказывала это долгая история но в любом случае у меня как-то вот изначально было понятие что ты должен знать все начиная там от тренерской деятельности групповых программ тренажерного зала детского фитнеса и так далее и так далее и так далее и так далее и даже на сегодняшний день там выходя и работая с фитнес отраслью владею там массой знаний и много программ были разработаны лично и тут наверное скорее такой срез и такое ощущение складывается следующее никто не застрахован от выгорания вот у меня с возрастом пришло понимание когда слово фитнес тебя раздражает или при виде фитнес клуба уже тошнит значит пора учиться то есть вот это обязательно то есть это принцип следующий нужно срочно обновить знания сделать апгрейд а вот ну и передохнуть от работы и передохнуть от работы вот тут однозначно во-первых на стыке выгорания это важно делать потом выгорание никто не отменял оно раз в год все равно приходит у каждого вот это однозначно если так сказать молотить по 200 тренировок 300 в месяц конечно сложно избежать но вообще в целом наверное раз где-нибудь там полгода здорово если какие-то свежие знания получить ну хотя бы семинар да семинар пройти точечный семинар пройти что-то новое для того чтобы постоянно был вкус жизни вкус жизни вкус к работе чтобы хотелось творить генерить что-то новое ну и поддерживать общение с коллегами тоже важно потому что такое да такое фитнес комьюнити сегодня обязательно требуется для того чтобы развиваться в профессии а что ты думаешь вот про различные так сказать ну какие-то семинары там клуба выходного дня которые в клубах где их вообще стоит делать стоит ли тренеру тратить на это время вообще насколько это оправдано чтобы дальше уже объединять людей которые занимаются внутри клуба это мы говорим сейчас про сотрудников про сотрудников ну для сотрудников которые это могут делать для клиентов а сотрудники которые могут делать для клиентов да то есть смыслово правильно понимаю это тогда когда тренеры проводят всевозможные ну они прослушали семинары один два три четыре пять еще что-то как-то монетизировать знания надо на мой взгляд для клиентов вообще заходит очень узкая да очень это узкая история и для клиентов заходит очень мало тем вот с удовольствием клиенты посещают темы связанные с диетологией с питанием и вообще с рационом питания которое необходимо использовать в процессе тренировок в зависимости опять же от пола возраста и особенности состояния здоровья вот эта тема всегда очень актуальна и животрепещущая многие даже клиенты сами говорят а вот когда у нас будет такой вот например там да лекционный день если про клиента то мне кажется что все что связано как раз таки с питанием это это номер один и такие лекции они интересны они важны их очень важно включать обязательно в работу и инициировать такие лекционные форматы показывать свой авторитет личным образом и свою квалификацию совершенно вот соглашусь а что ты думаешь насчет вот такой позиции которую сегодня генерят многие так сказать владельцы фитнес клубов чтобы такой был многофункциональный тренер если раньше шла про тренажерный зал ну да максимум релиз встречен то теперь это игру то есть такое и групповые ведут то есть такой тренер универсал который раньше мы думали что это тренер универсал групповых программ то теперь тренер универсал прям вот по всему клубу не было для регионов это очень здорово для регионов это это хороший выход для все таки например скажем сетевых различных брендов не всегда это хорошо потому что иногда бывает так что вот ты тренинг тренажерного зала и только тренинг тренажерного зала уже определить либо ты в групповых работаешь либо ты в тренажерном зале Но в целом, в любом случае, такие универсалы, которые умеют работать, быть хорошим профессионалом в тренажерном зале и еще владеть методиками, например, здоровая спина, какой-нибудь специальный стрейк, вид какой-то прикладной боевых искусств, по-разному называют тайбо, маршал-арт вообще в идеале. Это замечательно. Я тебя не случайно подвожу к таким выводам. Почему? Потому что на самом деле у многих вопросов, куда что будет развиваться, то есть какие профессии в фитнесе будут идти на спад, что будет популярно. И вот если говорить о таких ближайших перспективах, ну относительно там 2-3 года, даже до 2030-го, можем ли мы с тобой прогнозировать, какие будут профессии в фитнесе и в частности фитнес-тренеров востребовано больше, а какие все-таки нужно пересмотреть, что, так сказать, нужно засидываться? Ну, мне кажется, что мы сейчас смещаемся в такую парадигму на грани психологии, диетологии и различных знаний, различных методик. Не случайно уже во многих сетях появился фитнес-коуч, да, то есть это не персональный тренер, а фитнес-коуч. Прекрасно здесь укладывается, если человек имеет психологическое образование, плюс он там сделал, прошел курсы при подготовке специализированное и структурное, плюс ко всему к этому прошел повышение квалификации как персональный тренер, плюс ко всему к этому точнее прошел семинары по различным направлениям, как там сколиозы, кипозы, изменения опорно-двигательного аппарата, оценка опорно-двигательного аппарата, визуальная оценка и тонкость этих всех видов, плюс, конечно, точечные занятия по различным направлениям, как мы сказали, там, десятка основных заболеваний. То вот такие специалисты, мне кажется, будут со временем в тренде по двум причинам, потому что, во-первых, сейчас все-таки для того, чтобы мотивировать клиента, для того, чтобы поддерживать у него вот этот вот тонус и ресурсное состояние, приходить в фитнес-клуб тренироваться и вообще быть заинтересованным, замотивированным, не только тренироваться, но и поменять как-то свою жизнь в сторону здорового образа. Ну, то есть психология, так сказать, добавится, то, что он не был раньше, а в специальности фитнес-тренера. Хотя у нас на заре развития, когда появился только вот наш колледж, 90-е годы, даже 2000-е, у нас была психология, и студенты писали не три курсовых работы, а четыре, и был смысл жизни. Потом, когда начали все это списывать из интернета, конечно, мы отменили. Но, тем не менее, психология всегда действительно пользовалась спросом, и сейчас, поскольку высокая тревожность, депрессия у людей, очень много стало людей как бы одиноких, потому что дистанционная работа пришла, удаленная, вынужденная какие-то иммиграция или смена места жительства по ряду причин. Поэтому, конечно, даже чтобы поддерживать онлайн-тренировки, уже нужно добавить какие-то навыки работы уже психолога. Ну, а как ты думаешь, это, так сказать, перспективная все-таки профессия? Стресс от нас никуда не уйдет в ближайшие годы. По всем канонам, тем, которые у нас проходят изменения, и даже то, действительно, что уже с нами со всеми произошло, в любом случае сейчас вот это вот состояние внутреннее у каждого клиента, оно очень изменилось. И надо отметить, что, действительно, зачастую, когда общаешься с клиентами, ну, просто общаешься, я вообще захожу, например, в мастер-балку, ну, конечно, я со всеми поговорю, спрошу, как проходят занятия, спрошу, что им нравится и так далее. Очень часто они даже… Ну, ты вообще… Они все так замирают, потому что я говорю, о, какие молодцы, как здорово, что вы тренируетесь, какие же умницы. Смотрю, там, женщины, девушки, естественно, задаю вопросы. Они все в такую сразу, в такую ракушку прячутся, а потом начинают говорить, 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 говорить. И мне уже не выйти из раздевалки, они мне уже рассказали все, и какой самый прекрасный тренер, и что им больше всего нравится. Но самое интересное, когда я задаю вопрос, а вот вы получили тот результат, который вы хотели, вот к которому вы стремились, вот ту мечту, кто-то говорит о том, что, ну, вот тренирую себя, результата нет, в открытую. Кто-то говорит, что я уже вот почти-почти, я там 4-5 килограммов там… Второй год смешаю. Да, да. Кто-то что? Кто-то говорит, я просто себя стала чувствовать лучше. Я задала однажды вопрос, точно, совершенно точно, я сказала, вот вы занимаетесь персональным тренером. Вы получаете все то, что вы хотите? На что был ответ? Вот если бы он еще со мной в поход ходил и на велосипеде ездил в парке, тогда было бы замечательно. И этим все сказано, да? Вот если бы он еще со мной в поход ходил и на велосипеде ездил в парке, для меня это было открытием. Слушай, а для меня нет, потому что мы вот этот фитнес-аутдор уже несколько лет как бы об этом рассказываем нашим слушателям, нашим, так сказать, студентам. И в частности, Максим Мусаев, он прекрасно делает выходной день и сапсерфингом в Санкт-Петербурге, вот в 7 до 8 утра, когда нет еще навигации, можно по сапсерфить, как говорится, по рекам и каналам, велопрогулки в Петродворец, Выборг и, более того, готовят к восхождению всех желающих на Эльбрус. Поэтому походы тоже имеются, и мы, кстати, вот это почувствовали, и, конечно, вот то, что сегодня, мы с тобой об этом много говорили на съездах, что коллаборации важны, что такие стали тренировки совершенно, значит, гибридные, такое слово мне не очень нравится, но, тем не менее, аутдор-индор, онлайн-офлайн, то есть тренер должен быть готов вот к разным видам физической активности для людей, самое главное, уметь повысить хотя бы первоначальную физическую, базовую физическую активность, вот сказать ему, где что увеличивать, где уменьшать, сидение за компьютером, телевизором, на диване и так далее. Да, сколько исследований сейчас, много новых абсолютно по поводу нашего, так скажем, не очень красиво звучащего, но это правдиво сидячего образа жизни, что там происходит с нашими, со всеми разгибрателями, что происходит с нашими поддушно-поясничными мышцами и так далее, и так далее, как меняется вообще даже расположение органов, и как это влияет вообще на, в том числе, и заболевания, которые из-за сидячего образа жизни мы получаем, конечно, это отдельная тема. А вот, кстати, если вернуться к Аудор-программам, так я поняла тут вот, если вернуться к этой ситуации, что хочет и персонально заниматься в клубе, и чтобы он еще не ходил. Да, вот у нас так вот, как увязать, вот клубы выходного дня, пожалуйста, для того, чтобы оплачиваются отдельно и занимаются там никакого, так сказать, без алкоголя, естественно, но есть компании, которые совершенно готовы сотрудничать и сдающие в аренду эти САПы и велосипеды, и готовы рассказать и показать, и, в общем, участвовать в рекламе. Поэтому, мне кажется, перспективно для тренеров, я бы еще добавила в этой связи, такое фитнес-амбассадорство, если можно так сказать. Ну, наверное, да, наверное, да, отчасти. Ну, смотри, все-таки за тремястами тренировками так сильно долго не удержишься. Это понятно. Я думаю, что должны быть какие-то другие параллельные средства заработка, и амбассадорство одно из них для того, чтобы увеличить свой доход, но при этом не увеличивать количество персональных тренировок. Вот хорошо, что я вспомнила про этот досуг и эту даму золотую прям. Скажи, а вот, ну, значит, получается, что у нас развиваемся в психологии, в программах Outdoor, в различных медицине. Обязательно, спасибо. Вот, развиваемся в расширении компетенций в наборе, то есть такой, как бы, тренер, который имеет много квалификаций, да. Вот, а еще, вот, как ты думаешь, что вообще уйдет? Вот какие-то, ну, йога останется? Какие-то виды? Какие-то виды уйдут или в таком количестве? Это не просто, конечно, йога останется, ей там 3000 лет. Но то, что сейчас в клубах такая вакханалия, более 30 программ, я проанализировала, реализуется сегодня в фитнес-клубах. Нужно ли столько вообще, как народу, разобраться с этими обилием, что больше 300 программ, ничего не описано толком, для кого чего предназначено. И, конечно, если нет такого проводника в фитнес-клубе, ведь многие могут купить себе абонемент онлайн, и, так сказать, прийти уже с готовым чеком, и все, кто с ними будет беседовать. Ну, во-первых, сейчас вообще и вот классы, и XFIT, они же делают и онлайн, и уфлайн занятия. И онлайн пользуются очень большой популярностью. Вот класс, молодцы. Лично сама подписана на World Class, там, шикарные тонусы, стретчинги и так далее. В период пандемии одни из первых, кто сделал такие доступные бесплатные уроки. Вот, но не все, так сказать, подключатся. Ну, если говорить о программах, вот, на мой взгляд, все равно так или иначе нужно смотреть на портрет клиента. Потому что в зависимости от локации фитнес-клуба, в зависимости от клиентской базы, да, какая возрастная категория преимущественно вообще представлена в клубе, ну, в идеале, конечно, социально-демографическая история, да, кто они там, они служащие, они там бизнесмены и так далее, и так далее. Мне кажется, что все-таки будущее за тем, чтобы очень точечно под портрет, под целевой аудиторией давать тот продукт, который им нужен. Потому что зачастую, например, бывает так, вот, искренне могу сказать, в клубе стоит зумба, бумба. Зумба сейчас не стоит, случайно выбрались. Ну, сейчас они поменяли там современные танцы, еще смотришь изобилие танцевальных программ, смотришь, значит, изобилие силовых там классов там. Понятно, что сейчас тоже, да, ведь ЛСМИЛС запрещен, но сейчас меняется программа ЛСМИЛС, да, меняет просто название, но все равно не сохраняется, то есть релизы сохраняются, подходы сохраняются, но что-то меняет. Короче, обходят сам. Да, но в итоге, в итоге что происходит? А вот в клубе, допустим, элементарно, там я появляюсь, скажем, три раза в неделю, я вижу, что основная масса старше 30 лет, да? Ну, потому что локация такая, ну, потому что клуб расположен в таком районе. Ну, и молодые, кстати, чаще всего меняют свои активности, позаниматься, пошел дальше заниматься. Ну, и тут у меня сразу такие вопросы возникают. А под кого вы такое сделали расписание, такое изобилие танцевальных программ? Ну, нет, то, что все любят танцевать, это да, но дело в том, что существуют же еще и какие-то особенности той или иной определенной группы людей. Ну, и, конечно, очень важно смотреть, сколько мужчин в соотношении женщин, смотреть возраст и под это делать и продукт. Вот портрет клиента. Ну, то есть акцент на персонализацию, можно сказать, что это абсолютный тренд, что не будет универсального набора программ, групповых занятий, что не будет универсальных каких-то наборов компетенций для тренера, чтобы сказать, что вот он успешный. А вообще вот успех сегодня у тебя есть, такая, ну, как бы ассоциация, что значит сегодня успех в фитнесе для тренера? Это вот кто такой вот успешный тренер? Ну, если, я прям разделю, вот прям разделю. Вот если групповую программу, для меня успешный тренер, это великолепная физическая форма, это всегда уложенный, подтянутый, уложенный волос и подтянутый внешний вид в соответствии с корпоративными стандартами. Это улыбка на лице, это человек, который ни минуточки не сидит на месте, он всегда подвижен и коммуницирует со всеми клиентами. Это человек, который готов ответить на любые вопросы и выстроить любой тренинг. Это человек, который соответствует стандартам корпоративным и ведет в соответствии такие уроки и программы. Ну, и у которого вот так вот где-то стопочка, наверное, документов, которые, одно из них, либо высшая, либо при подготовке, дальше повышение квалификации штучки три, и еще разбор сартиката. Вот для меня это успешный, например, групповой программ. В тренажерном зале, на мой взгляд, сейчас такой тренд появился. Не надо иметь мускулатуру, как это было раньше. Заходишь в тренажерный зал, я никогда не забуду Марк Аврели, в Царстве Небесном и Турчинском, в Володе. Когда я приезжала, там общались, много вместе проводили, мне с фитнеса проводила, он мне там участвовал. Ну, заходила в Марк Аврели, помнишь, такой клуб раньше был. И у меня просто вот был такой когнитивный дисконал. В Марк Аврели? Нет, его закрыли. Закрыли, да. Закрыли. Вот. И это просто было. Это глыбы тренерских тел. Все мясо Москвы, действительно, как писали, было в Марк Аврели. Сейчас этот тренд ушел. И, конечно, не обязательно иметь большую мышечную мускулатуру в тренажерном зале. Самое главное, опять же, это включенность, осанка, подтянутость и, конечно же, опять же, набор определенных документов и навыков. Для меня усмешный человек, который улыбается, который готов с легкостью взаимодействовать и общаться. Вот даже сама захожу в тренажерный зал и говорю, «Добрый день!» И чувствую, что тренер напрягается. Спасибо. У него вдруг такой супор. То есть, ну, не хватает где-то каких-то вот все-таки, да, то есть зажатости, каких-то психологических знаний. Ну, ты знаешь, очень хорошо, что ты об этом говоришь, потому что очень важно сегодня развивать не только hard skills, но и soft skills. Вот умение мотивировать, гибкие компетенции. И, кстати, ну, был такой акцент, когда ушли, ну, вот в 2000-х, 2010-х, ушли полностью в этот soft skills, и, так сказать, вообще забыли про то, что анатомия существует. Хотя на заре развития фитнеса было у нас с тобой только hard skills, да, потом уже начали говорить о гибких навыках, был перекос. Вот сегодня такая эра как раз наступила, с моей точки зрения, очень, ну, профессиональная, интересная, и в нее нужно как бы войти, что называется, что уравновесились требования относительно hard skills, soft skills, но еще добавилась очень важная составляющая общее образование, интеллект, чтобы тренер был интересным, образованным собеседником, чтобы он, так сказать, ну, понимал, что Волга, не только понимал, что Волга в Каспийское море впадает, но, по крайней мере, был в курсе вообще событий, и имел знания и по истории, географии, там, другим наукам, то есть, в принципе, имел базовое такое образование, поэтому, конечно, тренер становится не только тем человеком, который работает, что называется, над телом, похудели, сделали попу, как орех за три дня, или что-то еще, какие-то программы придумали, он действительно становится тем проводником, который, вот, помогает человеку поддерживать здоровье для него, для его семьи и так далее, но для этого надо поговорить с клиентом грамотно, все уже приходят тоже с хорошим доходом, с лучшим образованием. Ну да, еще же ведь нужно отметить, что большая часть девушек, фитнес-няшек вот этих вот, которые там тренируются и добиваются определенных результатов, и это тоже определенное, это тоже, да, целевая аудитория, где, если про арест, да, ну, от этого мы никуда не денемся, это тренды, это молодежные течения, которые тоже нам нужно уметь тренировать. Ну, кого-то в вас это радует, я совершенно не против, пусть, безусловно, они украшают нашу жизнь, вот, но в целом, если говорить о тренерском искусстве, то это сегодня, это современный, образованный человек с широким набором компетенций и с хорошим позитивным настроем, мышлением, который понимает ценность своей профессии и, самое главное, понимает смысл ценности жизни и понимает ее не только для себя, но и для своего клиента, вот это важно. Лен, а скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот для клуба что важно, иметь какую-то звезду путеводную, чтобы на него все равнялись, или клуб более успешен, если там относительно ровный набор сотрудников? Ой, царская болезнь, ну, вот по поводу звезд, во-первых, понятно, что звезды – это здорово, это замечательно, при этом все-таки, мое мнение, звезды периодически проживают царскую болезнь, да, это когда зашкаливают их эгоцентризм и их пожелания, их требования и так далее, когда они немножко начинают вольготно себя вести, все эту царскую болезнь проходят, поверьте мне, я сама тоже проходила эту царскую болезнь, поэтому знаю, что это такое. На мой взгляд, все-таки здорово, когда сильные команды, когда они между собой, вот сами, да, вот в составе фитнес-клуба, они между собой такими являются конкурентоспособными специалистами, которые могут обмениваться знаниями, которые могут проводить какие-то ликбесы между собой, и в принципе, наверное, быть такого хорошего, профессионального уровня, вот тренд, наверное, за сильными командами. За сильный, это ориентин такой, то есть не со звездами, но это мой такой период с тобой прошли тоже, да, в фитнесе, когда многие держались за звезды, и что получили, ну, как бы... Ну, это опасно, особенно в регионах, например, понятно, что это здорово, но если уходит звезда, то мы теряем клиентскую базу, за ними уходит... Ну, и так вот циркулируют, клопают дверью, ногой переходят, следующий клопают дальше дверью, и таких, ну, в принципе, таких клопаний-то в регионах немного, что называется, и дальше все-таки присутствует, ну, и какая-то личная драма, может быть, у этой звезды, когда этот набор этих дверей заканчивается, то просто уже, так сказать, ну, у людей возникает какое-то уже мнение сложившееся об этом человеке. Я считаю, что просто... Я считаю, что безграничность в этом вопросе. Тут такой тонкий тоже момент, все зависит от руководителя петельного клуба. Вот если он видит, что вот она, вот она царская болезнь уступила, да, все, я звезда. Надо поправлять корону. Да, нужно поправлять корону, да, или ее сбивать аккуратно. Тут уже масса техник и возможностей, как это сделать, потому что иногда просто индивидуальными беседами и разъяснениями. Ну, зачастую так не слышат даже, а потом уже проходит время, как правило, как-то что-то меняется. Ну, вообще, вот за сильными командами. Вот я тоже, кстати, мы с тобой здесь абсолютно совпали. То есть я думаю, что руководителям фитнес-клубов сегодня как раз нужно к этому стремиться, чтобы одинаково были сильными все сотрудники, и это выгодно отличало бы вас от других клубов. И, конечно, смотрите и в том числе в сторону корпоративного обучения. Прекрасно. Только хотела сказать, прям с языка взяла у меня. Давай. Вот тут очень ценно и важно, конечно, обучать кадры сразу, сообща, заказывать корпоративное обучение. Чем это хорошо? Во-первых, сразу же одновременно руководитель понимает, что владеют знаниями вот такого там, например, направления фитнес-индустрии. Ну, все получили знания вот в этом. То есть сам руководитель управляет процессом набора компетенций, в том числе сотрудников. А значит, растит сильную команду. И, конечно, тут в этом случае это здорово. Ну и потом, это же очень прекрасная мотивация. мотивация для сотрудников оставаться с вами, работать вместе с вами. Это позволяет сделать такой прорыв с точки зрения престижа, да, и приверженности к клубу. И видят сотрудники все, что, ну, где-то кто-то один обучается, и потом покажет он этот сертификат или нет, неизвестно. Но здесь это становится публичным, и клиенты, конечно, это ценят и подтягивают других, и это окупается. Поэтому мы с Еленой всячески призываем, ну, не только потому, что мы занимаемся обучением, но мы понимаем уже, так сказать, при аттестации сотрудников, то, что выигрывает всегда как бы ровный состав, ровный квалифицированный состав. Вот. Без... Лена, как ты относишься к тому, что сейчас многие сети, например, даже воркласс открыл университет свой, да, то есть университет фитнеса. Они, они, по сути, готовят сами специалистов, имеют там лицензию и так далее, и так далее. А как ты относишься к тому, чтобы, допустим, в любом случае, несмотря там, что та или иная компания имеет свой обучающий лицензированный центр, все равно происходило некое такое слияние и перемещение. Слушай, а я спокойно отношусь, потому что у меня, ну, как бы они имеют право открыться, естественно, это для клуба тоже дополнительное средство заработка. Но, если ты говоришь про воркласс, мне кажется, у них большой плюс, то, что они обучают стандартам. То есть они приучают к такому понятию, как стандарт услуги, что нет у многих. И вот это, этот обучающий компонент, то, что они дают, это выше всяких похвал, потому что, конечно, мы не можем дать такое понятие стандарт сразу для всех клубов, потому что все пойдут работать в разные, так сказать, клубы, там, центры и так далее. Кто-то в онлайне останется, кто-то в велнос пойдет и так далее. У всех будут свои стандарты. Но то, что клубы обучают с акцентом на подачу услуги с точки зрения стандартизированного подхода, да, то, что присутствует, кстати, в медицине, то есть сейчас мы тоже переходим на протокол, что называется, то есть не так, как вот кажется вдруг кому-то, какому-то врачу, что то ли слышу, то ли нет, то ли, так сказать, это назначу, это нет. То есть, ну, многие страны работают по медицинскому протоколу, и если у нас будет такой протокол, это тоже, по крайней мере, для стандартных фитнес-услуг, я думаю, что это неплохо. Это замечательно. А еще замечательно, если министерство здравоохранения в конце концов признает наше с тобой послание, послание фитнес-отросли, и немножко развернуться в нашу сторону, не медицинской реабилитации, это было бы потрясающе, хотя они думают, они думают, они уже об этом думают, потому что входя в министерство здравоохранения в обществе совместного я им там не даю спуску. Твоя энергия, твоя связи и твоя, как бы, в этом, в хорошем смысле такая напористость в продвижении нашей общей цели, это, ну, дает надежду на то, что все-таки фитнес сможет расширить вообще клиентскую базу и оказывать услуги и в медицинской реабилитации. Леночка, это только мы сообща можем, только вместе, вот только вместе, я всегда говорю, вместе мы с силой, вот только сообща мы можем сдвинуть с места что-либо. И, кстати, вот если говорить там про фитнес-отрасли и про то, чтобы внедрили и специальные программы не медицинской реабилитации, и чтобы внедрили специальные программы для военнослужащих, которые будут оплачиваться из бюджета Министерства обороны и так далее, и так далее. Все это не стоит на месте. Мы очень сильно хорошо работаем с Государственной Думой. Пул юристов национального фитнес-сообщества сейчас проделал огромную работу по изменению законодательных актов. Это все в рабочем режиме, и мы это стремимся и делаем. И, в общем, это на прямой связи с законодателями нашего самого главного закона. но вопрос в другом. Вопрос в том, что со временем происходят какие-то изменения. Очень здорово, если молодежь, увидев нас, уже, в общем-то, люди, которые занимаются развитием фитнес-отрасли больше 30 лет, для себя сделали следующее, сделали выбор в сторону этой фитнес-отрасли замечательной. Я всегда говорю, куда фокус внимания, туда и сила. посмотрели на нас, и, возможно, в будущем какие-то изменения тоже будут нереальны. По крайней мере, всегда смогут найти в нас поддержку, и то, что какие-то определиться с какими-то перспективами в профессии. Это точно. Лен, а что пожелаем нашим слушателям, зрителям, тренерам настоящим или будущим? Какие у тебя пожелания? Точки опоры. Определить точки опоры для себя. Вот тогда, когда у человека есть опора внутри, вот не просто там на что-то либо, а точки опоры разные. Точки опоры, которые будут направлены на спокойствие и хорошую личную жизнь, точки опоры, которые будут направлены на профессиональную сферу и ее развитие. То есть вот человеке сейчас очень важно сохранение спокойствия, мудрости и точки опоры. Вот рекомендую и желаю вам найти свои точки опоры, чувствовать себя комфортно при любых изменениях и чувствовать себя спокойнее, готовыми на все. Вот это сейчас, на мой взгляд, важно, является и это вам желание. Дорогие друзья, я со своей стороны могу пожелать развиваться в профессии, потому что профессия абсолютно идеальна. Я думаю, что тренеры сегодня это элита нации, элита профессии, профессионально, потому что заботиться о здоровье, ну, поверьте, больше некому, потому что врача учат чему? Найти очаг, заболевание, потушить пожар, выбрать между хирургией и фармакологией. И, в принципе, в программе врачей обучение здоровья, оно как бы отсутствует, но, по сути, и не надо. Врач должен хорошо диагностировать и хорошо лечить. Но вот построить храм здоровья, чтобы он не загорелся, если так можно сказать, то другой профессии, кроме фитнес-тренера, я, так сказать, не могу предположить, что такая будет профессия полезна для того, чтобы были здоровы вы и ваша семья, и для того, чтобы вы хорошо себя чувствовали в любых ситуациях. Поэтому смотрите в сторону этой профессии замечательной, развивайтесь в ней и уверяю вас, что всегда найдутся такие точки приложения, которые будут интересны лично вам, потому что фитнес безграничен. Поэтому желаю всем успеха и найти себя в этой сфере. Супиком присоединяюсь, прекрасные слова, совершенно точно. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.